Завтрак Ну, короче, вы все видели, кроме тунца, потому что он оказался, мне кажется, уже лишним. Это мой фирменный салат с ограничениями для Алены, потому что я бы туда еще фиганул бы перца, я бы туда еще фиганул бы... А, кстати, я забыл черный перец сюда добавить. Ну, можешь себе прям в тарелку. И я бы добавил еще зеленого этого, лука. Огурцы! Огурцы вы в Израиле надолго не наберете, они всегда у вас будут просто гнить в холодильнике потом. Проблема. Кофе. Второй кофе у нас просто обязателен после завтрака. Это такая традиция. Ну, если, конечно, мне не нужно куда-то убегать на работу. Продукты потихоньку заканчиваются, как я вижу. Алена мне утверждает обратное, но я вижу неполный холодильник. Поэтому мы в последние дни составляли себе список продуктов, которые нам потребуются в ближайшее время. Я знаю, что сейчас есть большие задержки с доставкой домой. И поэтому вчера попробовали перед сном заказать в Кешет Таамим. Потратили на это где-то час-полтора. Набрали целую корзину на шекели 550. И были готовы что-то к нам доставят, там, не знаю, через неделю, через две недели. Пофиг. Когда-нибудь пусть придет. Заказать так и не смогли. Вот так выглядит выбор дней на 7 дней вперед в Кешет Таамим. И ситуация... То есть, вы понимаете, все серенькое, ничего там заказать нельзя. К сожалению, не найдено время доставки на этот день. Видите, я специально перевел даже всю аппликацию на русском, чтобы вам показать. Да, кстати, аппликация... Вот, в отличие от остальных магазов, я скачал еще несколько других сетей. У Кешета аппликация реально респект. У меня она реально нормальная. Она не тупит, она нормальная. Можно кучу всего смотреть. Даже из бакалей там можно много чего заказать. Не знаю, насколько они, как бы, ответственно это нарезают. Или, там, прям берут тот сорт, который ты заказал. Потому что, в принципе, ты можешь отметить, если нет продукта, чтобы они его просто не добавляли тебе в корзину. Или же заменили на какой-нибудь другой. Ну, это все сейчас не важно, потому что невозможно заказать. И сегодня утром я встал и попробовал опять сделать то же самое. Во-первых, все мои продукты из корзины под моим аккаунтом исчезли почему-то. И, видимо, есть какое-то время, когда там уже становится неактуальным. Не знаю. И второе, то, что добавился еще один день вперед в этом списке. Но он тоже серенький. И невозможно ничего заказать. То есть, все. Самовывоз. Здесь есть такая функция. Он точно так же выглядит сереньким. То есть, получается, аппликации сейчас пользоваться онлайн, сайтом. Ну, получается, нет никакого смысла. Невозможно это сделать. Вспомнив, какие у нас еще здесь есть в округе супермаркеты, мы вспомнили, что Йоханану в супермаркет, который сейчас объявил, что он будет работать 24 часа в сутки. В том числе наш филиал. Шуферсаль тоже объявил, но при этом наш филиал не будет работать пока что 24 часа. В Петахтике вообще нет шуферсаля пока что, который будет так работать. Окей, Йоханану. Я подумал, что если они работают круглосуточно, то, наверное, возможно, у них доставка будет быстрее. Скачал их аппликацию. Через сайт, честно, еще не смотрел. Выглядит, в принципе, все окей. Зарегистрировался. Но впоследствии я понял, что тут просто нечего выбрать. Тут просто есть какие-то скидки и купоны. То есть нет как бы продуктов по разделам никаких. Вот продукты по разделам вы попадаете на общий какой-то список купонов, которые, ну все. Вот я его пролистал вниз, вот все, он закончился. Тут нечего выбрать. Я не знаю, зачем эта аппликация вообще реально не работает. Тут все в разнобой, нет никакого поиска по этой аппликации. И, ну, короче, все. Ею пользоваться невозможно. Я включил Шуферсаль. Вот Шуферсаль, прекрасная аппликация. Ну, мне она не так прям нравится. Они рекламируют во всю свои... Вот так она выглядит. Они рекламируют во всю... Вот видите, сейчас как раз реклама появилась. Свои круглосуточные супермаркеты, который не наш. У нас очень большой филиал, но он, видимо, не знаю, не хотят. Вот. Потом я понял, что прежде чем как начинать покупки в Шуферсале, я, во-первых, проверил доставку. Доставка у них есть ближайшая через 10 дней. Окей. Ну, 10 дней, да. Если я не ошибаюсь, доставка у них платная. Стоит 30 шекелей. Если покупка меньше 750 шекелей. 750 шекелей довольно-таки, ну, скажем, это такая приличная сумма, но, в принципе, достижимая для обычной израильской семьи. Я не уверен, что мы в Шуфере найдем, что купить сейчас на 750 шекелей, но окей. Все было окей до тех пор, пока я не вспомнил, что нужно проверить свой адрес. И адрес здесь, видимо, в системе Шуферсаля. Я член клуба там какого-то давным-давно, с незапамятных времен. Там фигурирует мой старый-старый-старый адрес. Адрес квартиры, на которой я жил 4 квартиры до этой. Короче, очень древний адрес. Как-то нашел, как его поменять, но он не меняется, потому что выдает нам ошибка сервера. Все, пока что мы ничего не можем с этим сделать. Может быть, можно им звонить, я не знаю. Сейчас у нас суббота, и никто с той стороны трубку не возьмет. Я даже не знаю, если у них, наверное, работает поддержка какая-то. Так что пока что так. У кого есть какие-то, не знаю, другие идеи на онлайн-заказы, напишите. Сделал сейчас новый кофе, который нам в этом магазине каждый раз пытаются нам всунуть какой-нибудь другой вид кофе. Мол, а вот у нас есть что-то новенькое, попробуйте. Он нам дал 100 грамм на халяву, в принципе, что очень приятно. Ну, как обычно, не знаю, мне меньше нравится, чем наш обычный. Нет. Возможно, вы обратили внимание на вот этот угол. Нет, не на капельницу. Капельница, это, кстати, для бублика. А вот выше, на эти черные штучки. Да, все верно. Я сегодня знаю, чем я займусь. Дополнением к моей маленькой стриминговой студии. Да. Вот смотрите, те, кто нас смотрел видео из Киева, вот такую штуку мы тогда тут привезли. SoCas, третья модель, это электрощетка такая. Очень крутая, очень хорошо чистит. Вот, но в последнее время вдруг мы почувствовали, что начала кнопка как-то там, что-то непонятно быть, заедать. И, короче, вырубилось в какой-то момент. Я ее разобрал. Вот отсюда. Видите, вот дырочка тут была, ее расколупал. Короче, посмотрел как, все, я ее разобрал. Немножко тут треснул корпус, но так вообще незаметно. Была немножко водичка, просушилась, начала работать опять. Но когда я попытался заизолировать лучше разные стыки, чтобы вода больше не попадала, это стало проблемным. Вот, теперь она, в принципе, работает. Но видите, гремит, как погремушка немного. То есть там внутри что-то у нее... Короче, да, начало погреметь. Я бы заказал, наверное, новую. Очень крутая штука. И, кстати, мне намного больше нравится, чем вот наши старые Oral-B. Вообще, Oral-B после этого, как какой-то трактор. Как просто какой-то трактор работает. Слышите? Ну, короче, прикол в том, что у вот этой вот намного выше частота колебания. Намного. И поэтому оно прямо, когда новенькое, оно суперски работает. Но, к сожалению, не такая надежная. Потому что Oral-B вот это вот уже фигово тучу лет у меня. До этого была еще одна. Недавно только выкинули. Уже начал просто... Резинка начала слазить. А вот это вот, ну, получается, с Киева. То есть где-то полгода. Вот так вот. Но если ее не мочить и как-то, чтобы вода туда не заходила, то она очень крутая. Умочка. Уже классика просто. Ты только подходишь и надо думать, что ты на балкон пойдешь. Я не знаю, что она думает, но она целое утро такая вся очень, очень восторженная. Вот, смотрите, капитан Умка. Да. Умочка. Может, попозже пойдем погуляем? Давай попожа. Ну что, мяу, там холодно. Страна стартап-нейшн просто. Страна высочайших технологий. Куда дальше-то нам вообще стремиться? Мы уже ж всего достигли в высоких технологиях просто. У нас, мы все просто, не знаю, сживленными чипами уже в головной мозг тут ходим. Одной мыслью мы можем заказать себе туалетную бумагу, домой же нам доставили. Видимо, так это должно работать. По идее, и так об этом думают 100% все люди, которые живут не в Израиле. Почему я к этому подвожу? Я сегодня с утреца увидел офигенную статью. Статья на ресурсе, в каком-то русском ресурсе, короче говоря. Сайт newizv.ru Новостные сайты сейчас уже начинают делать то же самое, что блогеры. Типа, обзор на обзор. Статья на статью. Это статья, основанная на статье из news.ru.co.l. Значит, сравнить с рублем, двоеточие, как скачет вверх-вниз израильский шекель. То есть, скачет вот в таких вот кавычках взято все. Значит, вся статья основана на том, что в news.ru написали пару дней назад о том, какие колебания шекеля были за последние дни. То есть, было там 3.50 там с лишним, да, а стало 3.80 с лишним. И потом Центробанк влил якобы миллиард, насколько я понимаю, долларов быстренько. И сказал, что если что, он поддержит шекель еще 15 миллиардами у них там в загажнике есть. Так что все нормально. И курс немножко выровнялся. Вот в этой статье они пишут все время вот с этими кавычками. Колебания шекеля. Значит, в news.ru пишут, что это невероятное колебание шекеля. Ну, конечно, они хотят показать, что насколько в других странах есть паника и все такое. Но то, что это паника, ничто по сравнению с тем, что у них происходит с рублем. Действительно, рубль просел, насколько я сейчас знаю, 60 до 80. Понятно, понятно, ребята. Но вы понимаете, автор этой статьи даже не удосужился посчитать в процентном соотношении, сколько же, на сколько же скакнул в тот день шекель. И в этом вся суть. То есть он пишет, что это произошло, шекель скакнул на 0.35. То есть на 35 огород, на 35, мол, на русский перевод русского уха это 35 копеек. О божечки! И у них все в шоке. Ребята, ну если взять и посчитать 35 копеек по отношению 3.8, это получается 9%. 9% скачок за один день, за два дня, это нифига себе. Это просто капец. Это очень серьезная вещь. Да, я понимаю, рубль у них, конечно, скакнул намного выше. Там что-то получается около 20%. 9,20 это, в принципе, разница где-то в два раза. Это не там, типа, фигня, у вас на 35 копеек скакнул, а у нас на 20 рублей. А вы, типа, не знали, что у вас рубль деревянный или что? Эти вот очень странные статьи, вы понимаете, люди, которые пишут, конечно же, в этом, по-моему, ничего, не разбираются вообще никак. Чисто популистская вся фигня. Ну и, конечно же, как нам часто, например, пишут. То есть в Израиле все должно быть лучше. Вот на постсоветских странах все ужасно, а в Израиле должно быть лучше. В чем-то, наверное, оно так и есть, конечно же. Но не во всем всегда, да? Все, Умочка, ты уже все? Ты решила пока переждать? Переждать? Нам наша подруга сейчас пишет. У вас-то билеты-то дешевые, наверное, вообще везде летать-то. В Европу-то летать дешевые. А мы говорим, ребят, вам дешевле летать в Европу. У вас есть там вообще, как бы, лоукосты вообще ай-ай. А нам, как бы, вообще не очень дешево все. Ну, бывает, конечно, дешевле, но камон, как бы. Да, мы все знаем, что в Израиле билеты вообще не самые дешевые летать. Тут, как бы, все думают, что должно быть дешевле. У нас зато зарплаты большие. Как только человек слышит, что билеты не дешевые там или что-то еще в Израиле. А, ну, зато у вас зарплаты офигенные. Ну, хорошо, хорошо. Пусть будет так. Если всем с этим легче жить, пусть будет так. У нас зарплаты офигенные. Но это все ладно. Самое главное, что мы не можем еды себе пока заказать. Пока все это не очень выглядит для нас. Субтитры сделал DimaTorzok